Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Дан Запашный. Сегодня 5 февраля. Мы находимся в Тюменском цирке. Друзья, в городе началась эпидемия всяких заболеваний. Здесь же в Тюмени есть коронавирус, и поэтому сейчас мы поедем в специальный магазин по медтехнике и купим кварц. А еще, друзья, я хочу вам напомнить, что у меня появился канал в Телеграм, где выкладываю всякие интересные посты, видео, фото, делаю всякие опросы и так далее. Заходите обязательно, я уверен, вам очень понравится. Погнали! Так, ну вот мы и приобрели чудо-аппарат. Валерия держит его в руках и везем его снова в цирк. Направо, да? Направо, да. Так, то есть вообще прямо. Так, стоп. Да, потому что тут как-то не так. Иногда дороги есть неправильные. Вот на следующей дороге направо. Точно? Да, вот здесь. Направо. Здесь направо? Да. Тут кольцо должно быть такое, не показано. Так-то мы обратно просто едем. А почему мне показано? Посмотрите, сидит мой навигатор. Едем, друзья, обратно. А почему мне показано здесь кольцо? Так, все, не позади меня. Друзья, смотрите, какая встреча. А вы что тут делаете? Катька сделала маникюр. Так, ну-ка показывай давай. Красивенько, а и педикюр такой же. Серьезно, ты еще и педикюр сделала? Да, подсвет костюма. Понятно, ну здорово. Катя у нас готовится к поездке в Испанию, так как собирается выступать на фестивале в городе Жироне. Это случится совсем скоро, но, друзья, чуть-чуть попозже я вам об этом расскажу. Главное не жиреть в Испанию. Так, компания какая красивая. Привет. Здорово. Как дела? Нормально. Красоту наводишь? Да. Отлично. Надо-надо. Привет. А это кто у нас? Это кто это такой? Это что это за лошадка такая, а? Это новый друг. Не общаюсь. Так, Наталья, пожалуйста, не распространяйте вирус. Я нечаянно. Ты молодец, ты молодец. 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 Вот так, вот так он просит, просит морковь. Ой-ка, молодец. Колька, чем занимаешься? Я фиксирую еще. Верблюзов чесали? Да. Идем к обезьянам. Так, где чудо аппарат наш? Там. Что, уже включили? Молодцы. Блин, ребята шустрые. Том, привет. Привет. Как настроение? Ну, ничего. Отлично. Это что за обезьяна такая, а? Это что это? Это же обезьяна. Это луха. Сейчас поймаю. Сейчас поймаю обезьяну. Вот. А что такое, а? Ах, ты обезьян. Ах, ты обезьян. Ах, ты обезьян, мой родной. Где наша обезьянка? Ооооо, ты щас, щас поймаю. Пойдем. Галлажопик. Давай. Уперед. Моё дилка. Моё королево. Как дела с я люблю этих обезьянов. Как же я люблю этих обезьянов, всех. Это же невозможно! Невозможно их не любить, невозможно этих обезьянов не любить. Невозможно этих обезьянов всех вот этих не любить. Так, ОПА! Теперь мы пьем чай, как всегда Борин чай А Том у нас без чая сидит Ну что, попили чай? Пойдемте на обед Пойдемте, Боня, на обед Мальтож, пойдем скорее, пойдем Пойдем, папку бери, вот за ногу бери Папку за ногу взяла Ого, вот это да, сегодня у нас фруктовый день Супер Вот такой у нас обед будет Ну, обезьяна, я смотрю, не особо голодная Мальта, ты не особо голодная? Вот так, что у нас первый пойдет Яблоко Яблоко пошло Мальта, яблоко Сейчас все болеют Ассистентов, помощников, сотрудников цирка И самое неприятное, то что мы все здесь находимся в одном месте И это начнет вот по кругу вот так вот ходить И самое важное сейчас не допустить, чтобы вирус дошел сюда, к нам в помещение К обезьянам, поэтому мы купили вот этот замечательный прибор Вот эта кварцевая лампа, мы ее сейчас установим, как полагается И я думаю, сейчас стоит поехать в аптеку и купить хорошие противовирусные препараты Самое смешное, что в аптеках раскуплены все маски Ванька, Ванчелла, здорово! Ванька, привет! Привет, братуха! Привет, братуха! Привет, собака такая Ой, ты молодец! Ой, ты молодец! Ну а теперь нужно посетить Восток сервис Потому что в аптеках нигде нету масок, чтобы обезопасить себя от всяких инфекций Я решил зайти сюда, и здесь разные маски есть, они строительные Но тем не менее, я думаю, что они не хуже работают, чем медицинские А может быть, даже еще и лучше Здравствуйте! Купил масочки, масочки несу, хорошо Дамы, здрасте, а вы что тут делаете? Разминаетесь Разминаетесь? Что разминаете? Шпагаты Шпагаты? Нифига себе! Когда у вас репетиция? Трехчасная Вы за час шпагат разминаете? Покажете? Ну пожалуйста Внимание! Барабанная дробь Трррррррррам Бам! Вот такие у нас, девчонки Пластичные и красивые Ееееее Сейчас в манеже Будет репетиция Екатерины Михайловой Всем привет! Здравствуйте! Блогер пришел! Что вы тут делаете? Репетируете? Пытайтесь мне не заболеть Леся ходит, интересуется, кто болеет. Целый день спрашивает, кто болеет, кто не болеет. Ты болеешь? Нет. Ты болеешь? С животными работает, не болеет. Действительно, в нашем коллективе очень много людей позаболело. Очень это печально. Но я надеюсь, к представлению, которое будет у нас, между прочим, в воскресенье в это уже все выздоровеют. Единственное, есть один человек, который смущает меня. Не знаю, успеет или нет. В любом случае, в воскресенье его здесь не будет. И вроде бы это хорошо, потому что этот человек уезжает в Испанию. Но если, если, если он не выздоровеет, могут на границе, конечно, подобрать. Наташ, привет. Здравствуйте. Ты что это хандришь? Ну, вот так вот получилось. Так, а как ты в Испанию? Представление заболело. Ты как в Испанию-то поедешь? Я выздоровлю. До воскресенья выздоровеешь? Точно? Точно. А вдруг тебя на таможне заберут? Я скажу, что я не болею. Ну, смотри. А вот ты не снимай, и меня никто не увидит, что я вот болею. Друзья, дай бог, чтобы у меня вот настолько был огромный канал с такой большой аудиторией, чтобы таможенники признали Наталью. Так, ну а сейчас, друзья, самое интересное, смотрите, в какой неожиданной позиции находится Сергей Шаркович, что-то он сейчас будет исполнять. Вот так жена его поддерживает, каждый день они этим занимаются. Так, опа, маленькие. И вот так, представляете? Это вам не кухры и мухры. Стоять туда подуха, крыльдите, у меня аж руки трясутся. Серёг, ну скажи честно, без жены бы получилось это такое створить? Ну, работишь, получается. Но без жены бы не научился. Конечно нет. Телефон звонит. О, народного даёт. О-ка, давай. Поздравляем. У Кати сейчас должна быть репетиция, но почему-то её нет. Катя! Катя, ты тебе? Не знаю, филонит. Потеряла ногу, Олеся, потеряла. Олеся, скажи, сложно это трюк? Нет, не сложно. Ну, расскажи немного хоть, ну как вы вообще готовитесь к Испании-то? Какие ощущения? По-своему, подготовимся, костюмчики вот приодели. Костюм крутой на самом деле, очень. Камешков наклеили. Да, очень красивые. Друзья, я вам сейчас и объясню, почему девчонки такие красивые. Видите, вот у них сейчас новые костюмы, которые они буквально шили, вот, ну, не знаю, на днях, можно так сказать. Они всё время его модернизируют. Камешки, камешки клеят, какие-то, в общем, немножечко исправления делают, что-то там дошивают. В общем, постоянный процесс какой-то. Костюмы, в общем, они одели для того, чтобы сейчас в репетиции пройти всю свою работу, чтобы во время фестиваля им ничего не мешало, чтобы им было максимально комфортно. Вот, и мы сейчас с вами посмотрим, как всё это происходит. Катя, ты что делаешь? Ножки ману. Зачем? Что это вообще у тебя, скажи? Это жидкая магнезия. Почему у тебя белого цвета? Запах? Спирто содержащий. Ой, сложно сказать, друзья, что это за запах. А вы что думаете, почему мы с таким настроением выходим, да? Всё время весёлые. Так вы магнезией намажетесь на спирту, поэтому вам весело, да? Ух, хорошо. А я думаю, откуда азарт такой? К работе. Друзья, вот смотрите, мотайте на ус. Вот эти белые ноги, это неспроста. Если у девчонок белые ноги, это однозначно, они уже, ну, точно в хорошем настроении пребывают, потому что магнезия, как мы поняли, с вами на спирту. Ну, пользуйтесь магнезией, друзья. Это мы не будем снимать, это наш секретный ингредиент. Секретный ингредиент? Это вот никого. Ребят, вот я вот в цирке сколько работаю, первый раз вижу вот подобное. Понятия не имею, что это такое. Но нет, мне почему-то кажется, это что-то вроде клея, потому что девчонки такие трюки делают. Ногами держат друг друга, ноги за ноги вот так цепляются, так шпоньк, и всё. Наверное, какой-то всё-таки в этом смысл есть. Как вы считаете? Ребят, смотрите, что происходит. Это просто что-то немыслимое, представляете? Человек стоит на одной руке, вращает вот этот коврик, иначе его не назовёшь. Вот так вот, вот так, друзья, у нас артисты время проводят. Ксюш, как эта штука называется? Платки, наверное. Платки. Платок. А что-то ещё, вот ковёр сможешь так крутить на ноге? Могу подушку. Подушку? Да. А вот, например, одежду какую-нибудь? Джинсы там, не знаю, куртку. Нет. Пиццу. Пиццу, кстати, прикольно. Так, я новый номер придумал. Ребят, у Адама, ведь в нашем представлении есть очень крутая реприза, когда он готовит пиццу. И вот если Адам уговорит Ксюшу, я думаю, что они совместно смогут очень крутую штуку сделать. Вот такой трюк на ноге будет вращать пиццу. Вот этот запах свежей пиццы будет просто вот распространяться по всему зрительному залу, а я буду её продавать. Сплатить проценты ребятам и зарабатывать огромные деньги. Не, ну я не могу на это смотреть. Вы смотрите. Вы посмотрите, что происходит вообще. Вы посмотрите, что происходит. Да, помешает, девочка, репетирует. Так, тётя Замир, вы всё время приходите в нужный момент. А ты как? Дайте мне немного, как говорится, проявить своего мужского. Не так. Ксюш, скажи, сколько нужно тренироваться, чтобы научиться делать вот такие вещи? Ну, так же, как, наверное, научиться ходить. Постоянно. В смысле? Постоянно? Постоянно. Ну, вот, допустим, вот я не умею делать. Сколько мне нужно? Вот я ходить уже умею, а так делать не умею. Сколько мне придётся тренироваться? Ну, смотря, наверное... За неделю научусь? За неделю? Ну, возможно, не знаю. Надо попробовать. Ну, так, обычно сколько человек может тренироваться? Ну, вот кому-то, например, дано жонглировать. У кого-то есть чувство баланса. Всё от этого зависит. Так. Ну, блин, ну, ноги, мне кажется, это и стоя на руках вообще очень тяжело делать. Ну, да, просто координация получается. Надо либо думать, чтобы стоять на руках, или думать о том, как крутишь. Понятно. Вот у меня обезьяны могут и стоять на руках, и крутить, и ещё язык показывать зрителям. Надо с них пример брать. Ну, да. Так, внимание, смотрите, начался прогон номера, репетиция номера Екатерины и Олеси. Ну, что-то сейчас интересное по-любому мы с вами увидим. На самом деле сейчас самая главная у них задача именно проверить костюмы, чтобы им было удобно в них работать. Пока я вам рассказывал, видите, самые главные трюки мы с вами пропустили. Ребят, пока девчонки работают, летают вот там, но особо не высоко, потому что в работе у них высота совсем другая, я всегда стою с микрофона, поскольку я веду представление вот там в центральном проходе. И каждый раз у меня вот мои ладони просто потеют, потому что действительно страшно на всё это смотреть. Честно признаюсь, я переживаю. Ребят, смотрите, смотрите, кто подглядывает. Вон стоит Адам. Тихоря смотрит на всё это действие. Браво! Смотрите, они даже не вспотели, ребят. Ну, хоть чуть-чуть устали. Дыхание сбили, но не устали. Ну, даже пота нет. Олеська, а ты устала? Начало потеть. Ну, а сколько раз смогли бы вот так вот повторить? Подряд? Ну, да. Сколько? Не, ну, я думаю, раз пять точно прошли бы. Пять раз подряд? И то, я думаю, даже больше. Пять раз подряд номер? Ну, это вообще просто невероятно. Вы даже не представляете, сколько нужно выносливости и сил, чтобы подряд делать такие трюки, улыбаться. Это, друзья, это очень-очень сложная профессия и очень сложное искусство. За что я люблю цирк, потому что всё происходит в прямом эфире. Адам! Адам, пушь дебаттон! Пушь дебаттон! Пушь дебаттон! Адам, что ты думаешь о работе? Они девчонки? Да. Мама моя. What can I say? Просто супер. Tell us true. Просто супер. Супер? Супер. И меня слова нету. Ну что, вы сделали всё, что вы хотели? Да, попробовали. Ну как, всё нормально, всё устраивает? Как костюмы, не мешает? Чуть-чуть ниточка поползла. Так, ну это, я думаю, можно зафиксировать. Надо будет зафиксировать. Ну, в целом, как, костюм удобный? Да, ничего не мешается, хорошо. Вы довольны? Мы довольны. Красиво? Красиво. Смотрите, какой красивый костюм. Олеська, покажи. Круто. Вау! Спиночка. Первый раз дань сделаю. Чё, тяжело? Спина. Ну вот, я думал, вы никогда не устаете. Мы не устали, он просто не размяли. Типа лесбиянка, что ли? Или это девочка? Нет, они наоборот. Так, Серёжа, Серёжа, здесь 18+, Серёжа. Я тебе говорю. Серёжа, ты что показываешь? 21+. Серёга, что ты нам показываешь? Вы не знаете, что это за номер? Это 41-й фестиваль в Париже. Кать, ты хочешь в жарководстве фестиваля? Вот так мы в фестивале поучаствуем. Олеся, будем мы вот так вот работать с тобой? Смотри, какая красота. Внимание. Опа! Зачисление зарплаты. Зачем делать трюки, когда можно снять платьишко? Ну да. Действительно, зачем трудиться и работать, когда можно просто скинуть платье, и ты суперзвезда. Серебряные призёры. Серебряный призёр. Ребят, вот это... Посмотрим, что мы с трюками возьмём, да? Ребят, это сейчас вот такое вот идёт направление в цирках Европы. Я просто удивляюсь тому, что происходит. На самом деле цирк в моём представлении должен быть совсем другим. Показывать голые тела или там половые органы во время представления, я думаю, что это не для нашей аудитории. Ветер, ветер, ты могуч! Разгоняешь стаи туч! Я со счёта спилась! А ты по счёту делаешь, что ли? Ну да. И сколько раз надо? Я в 20 и по 10. Понятно. Пять, шесть, ап, и... Раз, два, три, четыре. Ап! 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 Ну что, друзья, вот и подходит этот влог к логическому завершению. А для себя же я давным-давно понял, что цирк это самое живое и честное искусство из всех, что я знаю. Потому что здесь никогда не споёшь под фонограмму. Это каждое выступление равносильно прямому эфиру. И наши номера мы готовим годами для того, чтобы вам было интересно посмотреть на взаимоотношения человека с животным и сверхспособности людей. Для вас я ещё раз напоминаю то, что недавно я открыл телеграм-канал, на котором я размещаю фото, видео и аудиопубликации, делаю опросы. А также там есть чат, в котором вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос. Поэтому, друзья, жду вас там и желаю всего самого хорошего. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok